На объездном мосту, который проходит по ленточному бору, уже не первую неделю собираются пробки из недовольных водителей, которые пытаются добраться из пункта А в пункт Б. И дело в том, что сейчас проходят ремонтные работы на мосту, и водители просто вынуждены ехать с черепашьей скоростью. Дорога стала вдвое уже, а машина стала столько же. По словам специалистов Алтай-Автодора, здесь их проходит порядка 30 тысяч в сутки. Причем водители не один месяц жаловались на ямы на этом участке, поэтому и было принято решение мост отремонтировать. Он был одним из 780 мостов, которые стояли в очереди на плановый ремонт. Мост вышел из гарантийных уже сроков, поэтому при диагностике выявились нарушения, то есть это колея была и разрушение деформационных швов. Поэтому на нем просто меняется верхний слой покрытия и замена всех деформационных швов. Как правило, с этой интенсивностью движения, плюс впереди у нас нету развязки, там светофор, здесь постоянно транспорт идет медленно в этом направлении, поэтому транспорт его продавливает. Жалобы не прекратились и после старта ремонтных работ, особенно на прошлой неделе, когда дожди шли в ежедневном режиме. Как пояснили нам дорожники, полотно начали разбирать почти месяц назад, а менять швы только сегодня. Этот вид работ можно проводить исключительно в сухую погоду, поэтому на предыдущей неделе ремонт пришлось приостановить. Здесь на период дождя мы практически полторы недели здесь не работали, именно со швами. Вот жалобы были на простой рабочих, это как-то действительно повлияло на скорость ремонта? Ну конечно повлияло, но сейчас, я думаю, наверстаем все сроки. На данный момент сделано 45% запланированных работ, уже уложено два слоя асфальта на одной из полос движения. По контракту ввести мост в эксплуатацию запланировано 31 октября, но дорожники обещают доделать все работы раньше срока, до конца июня. Конечно, если погода будет благоприятной, так что терпеть неудобства водителям все-таки придется. Но не так долго. Напомним, что мост относится к краевой собственности и на его ремонт из бюджета выделили 13,5 миллионов рублей. Дарья Ерошина, Дмитрий Денисов. День с толком.